приветствую вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы у нас очередной агрогороскоп цветовода на май месяц 2022 года время киевское но прежде чем и начнем рассматривать агрогороскоп желаем вам всем здравия мира добра и весеннего настроения начинается агрогороскоп 1 2 мая с выходных это дни когда луна будет после рождения находиться новолуние 30 апреля и будет солнечное затмение в этот день и позади будет этот сложный космический такой период но будет оставаться еще время гекаты поэтому 1 2 в тельце и частично у близнеца 2 мая никаких работ не проводим с цветами единственное что можно будет заняться обрезкой уже от свежих различных частей листиков растений но у нас будет отдельный агрогороскоп зеленых операций и мы об этом будем говорить ну а далее очень начинаются интенсивные работы растущая луна 3 и 4 знаки близнецы а близнецы покровительствует цветам поэтому в заранее увлажненную землю напоминаю близнецы это знак стихии воздуха поэтому в это время не поливается ратини но можно высаживать рассаду цветов в заранее увлажненную землю а также можно высаживать саженцы роз хризантем георгины гладиолусы вьющиеся цветы ну и другие цветы которые у вас популярны и есть высаживаете вот эти дни 3 и 4 не рассматриваю луну без курса потому что она практически в конце дня конце суток поэтому она не будет воздействовать на ваши планы а уже 5 начинается с двух часов шести минут время растущей луны в знаке рак и будет находиться в раке 6 5 6 и 7 но смотрите луна без курса начинается с 13 часов двадцати восьми минут поэтому постарайтесь с утра завершить свои работы по крайней мере до 11 часов сделайте то что вы запланировали а что можно в знаке рак для цветоводов в первую очередь скажу что нельзя делить корневищные цветы и луковичные цветы тоже с ними не работайте не пересаживайте не высаживайте а вот поливы подкормки также работа с рассадой цветов любая это пикировка перевалка пересадка посадка а также посев из семян цветов открытый грунт все это можно делать вот эти дни когда луна будет находиться в знаке рак затем наступает такой период когда во льве уже вечером ближе к вечеру это уже путь энергии льва знак стихии огня луна в это время будут находиться 7 8 ну и 9 9 снова же это переход луны из первой во второй фазах маленькая полнолуния это смена фаз луны очень тоже влияет на состояние семян растений но у нас это лев а во льве что можно делать только если у вас есть рассада в контейнере с мощной корневой системой цветочные декоративные растения вот это просто будет как бы перевалка в землю без нарушения вот этого кома земляного без нарушения корневой системы это можно сделать а больше мы ничего в это время не делаем зато готовимся к следующему периоду очень интенсивному это будет 10 11 мая и частично рано рано утром до 7 часов до 6 30 будет еще хорошее время в 9 12 мая а затем вот луна без курса 7 часов до 9 34 до момента переход в знак весы если ночью вдруг что-то надо будет доделать до 6 часов 30 минут можете доделать постарайтесь 10 11 это что дева покровительствует цветам и всему красивому декоративным растениям поэтому в это время и тем более растущая луна можно нарезать черенки укоренять череночки можно высаживать любые саженцы цветочных и декоративных растений напоминают цветочные и декоративные растения здесь ни в коем случае не высаживаете другие растения я имею ввиду садовые другие растения не высаживается не любит дева эти растения также хорошо в это время проводить различные работы с рассадой именно цветочные перевалка пересадка и тому подобное можно высаживать луковичные цветы можно высаживать разные цветы можно высаживать рассаду цвету а также сеять семена цветов но это более актуально для северных регионов это у нас была дева видите сколько здесь и полива и подкормки отдельно снова есть у нас для поливов и подкормок агрогороскоп так что ищите в плейлисте который называется агрогороскопы на май месяц 2022 года но вернемся к маю месяцу а вернее периоду уже растущей близко-близко вот полнолуния растущая луна во всей красе знаки весы снова же это энергии стихии воздуха можно пересаживать по делить растения кстати вот корневища вот в это время можно делить любые цветочные или декоративные растения делите и высаживайте но заранее должна быть увлажнена земля в это же время можно высаживать рассаду различную цветочных растений вот это у нас будет 12 после 10 часов 13 но 14 до 7 часов утра а вот потом начинается уже сожженный путь полнолуния смотрите не просто сожженный путь полнолуния он еще усилен энергиями лунного затмения очень сложный период будет 14 15 16 17 это все сожженный путь полнолуния и энергии затмения а уже 18 это луна без курса 7 часов до 15 часов но это время стрельца поэтому мы особо не сожалеем в это время отдыхаем или готовимся к прекрасным дням козерога о это хороший период обожаю это время смотрите 18 после 15 30 уже можно в козероге нарезать черенки укоренять череночки можно высаживать саженцы цветочные декоративных растений кстати в это время для садоводов уже у нас есть такой агрогороскоп в плейлисте агрогороскопы на май месяц так вот в это время можно саженцы любых садовых растений также высаживать в это время прекрасно пройдет пикировка пересадка посадка перевалка рассады цветочных растений вот это прекрасное время используйте и 19 20 постарайтесь до 12 30 до 13 часов в крайнем случае вот эти все посадки и все работы с рассадой завершить потому что луна без курса с 15 часов 2 минут до 15 50 одной минуты и затем переход в знак водолей ну а водолей это испытание новых сортов новых сортов цветов а это у нас будет продолжаться 20 и 21 22 переход луны из 3 в четвертую фазы и вечером переход в знак рыбы 18 51 время киевское напоминаю но водолеи особо делать нечего давайте перемещаемся дальше 23 20 24 мая будет находиться убывающего в знаке рыбы напоминаю нельзя делить никакие корневищные цветы и не работаете с луковичными цветами а вот с рассадой прекрасное время рассада цветов это и пикировка пересадка перевалка посадка рассады цветочных растений 23 24 прекрасно пройдет постарайтесь рассадой хорошо поработать потому что следующие дни вот смотрите 25 26 это убывающая луна в знаке овен здесь только можно будет проводить зеленые операции никаких пассивов посадок не проводим еще очень один хороший период но это у нас работа будет с размножением цветочных растений 27 весь практически световой день то с 10 часов это будет потому что луна зайдет в знак телец в 9 24 дадим немного времени для того чтобы полностью энергии телца начали работать после 10 часов можно нарезать черенки укоренять их цветочные растения различные растения любые а также проводим пикировку пересадку перевалку всех цветочных растений 27 и 28 постарайтесь завершить до 13 часов затем начинается с 14 30 начинается время гекаты смотрите какой период близнецы у нас не будут рабочие и часть телца но это у нас новолуние 30 и в этот период естественно в дни гекаты в дни черной луны никаких посевов и посадок не проводим не только цветочных растений но и всех остальных и овощных и посадка садовых растений и так остается сделать скрин пока вы делаете скрин мы авторы канала раиса горяченко александр волик желаем вам вашей жизни красоты пусть красота красивые цветы все ухоженные все цветущие здоровые окружают вас и пусть в ваших домах в ваших местах где вы живете на даче всегда будет мир и добро мы искренне вам этого желаем и посылаем всем божественный свет любви каждому сердцу ну а теперь мы прощаемся всего-навсего до нового видео все пока пока